Хей-хей-хей! Всем привет, ребята! Я по-моему очень соскучилась, а вы по мне... Кажется, нет. Да, меня давно здесь не было на этом канале. Дело в том, что я очень сильно болела и до сих пор болею. Наверное, слышно по моему ужасному голосу. Вот. Но я постараюсь радовать вас почаще. В общем, давайте делиться новостями. Что интересного произошло у вас? Ну, в общем, пишите мне в комменты. Пока меня не было, наверное, много чего произошло. А я пока... Пока меня не было. Я озвучивала аниме. Если вдруг вам интересно, я могу записать об этом видос. Расскажу о том, как это делать первые шаги в озвучке аниме, что для этого нужно и с какими проблемами вам придется столкнуться неизбежно. Кроме того, ребят, я хотела у вас попросить о небольшом одолжении. Мне нужна ваша помощь. Именно ты можешь решить то, что будет происходить здесь, прямо на этом канале. Я, в общем, хочу немного разнообразить контент, который мы создаем для вас. И поэтому хотела бы узнать, что будет интересно конкретно вам, любителям хоррора. Может быть, это будут, не знаю, летсплей, может быть, какие-то страшные истории. Я жду ваших советов и обязательно к ним прислушаюсь. Чтобы со мной связаться, вы можете оставить сообщение здесь в комментах или же написать мне в группу. Ссылка на группу в описании. Немного о форматах. Так как у нас с вами возникло небольшое недопонимание, то стоит разъяснить все-таки эту ситуацию. Выходное кимоно — это обзоры на фильмы, которые именно сейчас идут в кинотеатрах. Я не могу сделать обзор в рамках выходного кимоно на фильм, который вышел 10 лет назад, 5 лет назад. Итак, если вы видите в названии слово «ревью», это значит, что это обзор. Тут будет куча информации про фильм, о его создании и, возможно, какие-то интересные факты, которые мне удается нарыть. И инфа 100%, что я буду в обзоре одна. Кит зайдет в кино. Эта надпись говорит о том, что я буду в обзоре 100% не одна. У нас тут будет целая толпа. А еще можешь попасть в обзоры ты. Конкретно ты. Так что вот в этом-то, собственно, все различия. Надеюсь, это последнее наше такое долгое расставание, и я больше не буду так прокамываться. Честное пионерское. Вчера мы ходили на фильм «Заклятие 2», и мы получили массу впечатлений. В общем, сейчас мы поделимся с вами. Да ничего особо не скажешь. Че тут скажешь? Да. Фильм нормальный. А мы Мэтт Валя, всем привет, и с вами снова наша любимая команда. Команда-то, видимо, не очень любимая. Мы сейчас тут появляемся. Да. Год прождали. В чулане. Я Гиза. Игорь. Ахир. Санек. Так, вчера мы сходили на фильм «Заклятие», и он нам понравился. Да, ну да. Фильм интересный, да тут ничего и не сказать. Сначала пару слов о сюжете. У нас есть чита воронов, которые в очередной раз едут расследовать очередной случай экзорцизма. Боже мой, я ненавижу экзорцизм. Но не в этот раз. Я ненавижу экзорцизм. Я ненавижу тебя. В этот раз всё как обычно, хлопают двери, падает посуда, но есть пара интересных элементов, и чтобы совсем уж не спойлили сюжет, вот тут я остановлюсь. Отличительная черта хороров, которые снимаются в последнее время, это псевдореальные истории, но тут дело вообще не так. На самом деле чита воронов существовала и писала книжки о своих приключениях, и многие создатели хороров вдохновлялись ими. И то, что мы имеем сейчас, это просто результат длительного опыта общения с потусторонними силами этой семейки. Как и в первой части, это дело реально существовало, и эти люди невымышленные. Верить вам в происходящее или нет, это уже ваше дело. То есть вы хотите заставить мне поверить в летающие стулья в реальном мире? Идите-ка вы, Ильяс. Призраки плохи тем, что им нельзя дать вгрызло. Это всё объясняет, все эти вот пугания, падающие тарелки. Вы не можете ударить то, что уронило вашу посуду. Видимо, он понравился, как все пугаются вокруг. Она просто как злодей. Они все пугаются. На самом деле это прикольно, когда ты сидишь в эпицентре просто массовой истерики, и все вокруг тебя безжат, печатают, кричат от ужаса. Когда в самом конце закричали две девчонки. Я аж вот подумал обернуться. Вот так вот. И одной из этих девчонок был я. Я пару раз вздрогнул, кстати, да. Давайте теперь поговорим о плюсах, о больших плюсах. Что каждому запомнилось? Плюсы, плюсы фильма. Ну, актёрская игра, сто процентов. Это Вера Фармига, Патрик Уилсон. Замечательный дуэт. Так и остались школьницы. Куда же без них в моей жизни там британские, тем более. Отлично, по-моему, передана атмосфера фильма в плане Англии. Там в начале музыка играла. Операторская работа шикарная. Помните вот эти переходы от тёмного к светлому окну? Фильм просто, в принципе, мне показался интересным. Не страшным, но интересным. Страшных фильмов сейчас как днём с огнём. Для меня самый большой плюс, что это не обычный хоррор. Это не просто история про скримеры, не просто история про экзорцизм, который я ненавижу. В общем, это история о двух людях, которые пытаются жить в аду и при этом жить счастливо. Для меня это просто открытие и откровение, поэтому мне фильм очень сильно в душу запал. И огромное спасибо за музыку. Я была просто в восторге. Весь фильм сидела как завороженные. Звук гарный сделан, кстати, да, вообще. И монстры запоминающиеся, в принципе. Теперь, может быть, какие-нибудь там... Минусы? Да, недочёт. Я, если честно, минусов, огромных страшных минусов я не вижу. Мне фильм просто офигенно понравился. Мне понравилась та ироничность, которую он подан. Не, на самом деле, единственный, наверное, недочёт для меня, то, что мы прочитали, что фильм идёт час сорок три, час сорок девять, а на деле он идёт два часа и тринадцать минут. А чая было мало. Единственное, что меня смутило, это перевод с «Крючного человечка» как «Горбатого». По поводу того, стоит ли пойти на этот фильм, стоит ли его посмотреть, я считаю, что это значит, да. Во-первых, он уникальный и выделяется, хотя бы поэтому. Во-вторых, это, наверное, один из лучших хорроров этого года, так что, без сомнения, нужно и стоит пойти в кинотеатр и заценить его. Да, за меня скажут сами. Отвечает Александр. Фильм стоит посмотреть всем любителям хорроров в этом году точно. Не знаю, будет ли что-нибудь ещё интересного этим летом. Будет. Будет. Спойлер. Я надеюсь, да, будет, чтобы у нас больше походов было. Вот. Я думаю, надо определённо с всем сходить, потратить свои деньги. Ну и это, не умереть. Сходить на этот фильм стоит хотя бы только потому, что можно взять с собой, да, какого-то там, друзей взять, компанию, посмотреть, как они визжат. Там, девушку свою возьмите. Возьмите, посадите рядом, будет визжать 100%. То есть, вот если будет так, как у нас в зале было, это просто от аст. Девчонки, видимо, боятся этого фильма, как огня. Это да. Но не она. Да, вот она, кремень. Она увидела в этом фильме мелодраму. Неплохо. Короче, фильм хороший, а Иза подведёт итоги. Фильм вышел гораздо лучше, чем мы ожидали. На мой взгляд, пропустить этот хоррор – это самая большая ошибка, которую может сделать фанат ужасов в этом году. Вот и всё. Если вы тоже смотрите фильмы во время премьеры, то вы можете делиться с нами своими впечатлениями и даже попасть в обзор. Ну, или с нами сходить. Да, даже, а если вы живёте в городе Новосибирске, то вы можете составить нам приятную кампанию, и мы вместе посмотрим фильм, будем мешать остальным смотреть. Правда, знаете, кампания, возможно, будет очень неприятной. Подписываемся, ставим лайки, добавляем меня в друзья. Ссылка на Саню в описании. Только на Саню. Свои в комментах оставлю. Сейчас мы попробуем сыграть в безумно интересный, интригующий трейлер к «Заклятию 2». Ну что ж, окунемся в атмосферу ужаса. Вы меня пугать собрались? Принеслась. Боже мой, где? Я отвернусь просто. Да, входите уже. Господи. Трейдер со всеми вытекающими последствиями. Трейдер со всеми вытекающими последствиями. Субтитры создавал DimaTorzok